Валерий Седов Уже завтра Международный женский день. Накануне в Рязанской филармонии представительниц Прекрасного пола поздравил губернатор Павел Малков. Подробности далее в сюжете. Награду получает руководитель психологического центра Акватория Крымова Дарья Александрова. Программа комплексной реабилитации участников СВО и членов их семей – это большой проект, поделилась Дарья Крымова. Он позволяет бойцам и их родным адаптироваться к совершенно другой жизни. И хоть проект этот совсем молодой, руководителю уже есть чем поделиться. На протяжении последнего года огромное количество ребят к нам обращается, мы их поддерживаем. Они проходят у нас реабилитацию в Сосновом Бару. И после реабилитации они объединяются в группы, в чаты и на связи остаются с психологами. И у нас на самом деле много достижений за этот год действительно по поддержке, по патронажу ребят. И самое главное, что они нам доверяют, они готовы с нами общаться, консультироваться, обращаются к нам за помощью. В зрительном зале филармонии выдающиеся представительницы прекрасного пола, лучшие бизнесмены, спортсмены, общественные деятели. А Международный женский день – возможность в очередной раз выразить восхищение женщинам, их красоте, мудрости и душевной щедрости. Об этом говорил со сцены губернатор Павел Малков. Женщина – это основа любой семьи. Ну а семья – это основа, это сила нашей страны, нашего государства. Спасибо вам огромное за то, что вы бережете вот эту самую важную ценность. Спасибо нашим мамам, женам, бабушкам, сестрам, дочерям, абсолютно всем. Вот президент в своем послании сказал, что большая семья должна стать нормой философии и жизни общества, ориентированной всей государственной стратегией. Благодарности от губернатора, памятные знаки и грамоты сегодня получили особо отличившиеся жительницы региона. Особую благодарность Павел Малков выразил тем, кто воспитал героев – защитников Родины. Низкий поклон всем матерям и женам, участникам СВО. Огромная благодарность. Праздничная программа состояла из концертных и музыкальных номеров. Стоит отметить, что музыкальные презенты звучали только в мужском исполнении. В Рязани сотрудники полиции провели акцию 8 марта в каждый дом. Они поздравили рязанок с наступающим праздником. Цветы стражи порядка дарили не только на улицах города. Вместе с документами и загранпаспортами девушки получают и цветы. Акция в преддверии 8 марта прошла в Управлении по вопросам миграции МВД России по Рязанской области. Сегодня в преддверии празднования Международного женского дня 8 марта в рамках акции МВД России и 8 марта в каждый дом мы поздравили всех посетителей, девушек с прекрасным наступающим праздником 8 марта и пожелали им самого наилучшего. Дмитрий Трифонов – инспектор иммиграционного контроля. Обычно это работа с документами, с заявлениями и так далее. Но сегодня никакой бумажной рутины. Акция к 8 марта в региональном МВД уже стала традиционной. На улицах города цветы девушкам преподносят участковые уполномоченные. В области – представители других структур. Ведь главное в этот день – радость и улыбки. И вновь о праздничном дне представительниц прекрасного пола поздравили и совсем юные рязанцы, можно сказать, будущие стражи порядка. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции ребята из отряда ЮИД вручили автолюбительницам памятные подарки. Юные инспекции дорожного движения хотят вас поставить с наступающим праздником. Скоро у нас 8 марта, поэтому женщины-водители у нас сегодня в приоритете. Пожалуйста, обращайся. Вы наступающим 8 марта. Желаю вам, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения. Причина остановки – не нарушение правил дорожного движения. Скорее, наоборот, новости хорошие. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции к автоледи подходят юные инспекторы дорожного движения. Желают хорошей дороги, вождения без штрафов и дарят памятный подарок. Спасибо вам, мой хороший. Большое спасибо вам. Памятный подарок. В этих числах, кстати, и у отрядов юных инспекторов дорожного движения тоже праздник. 6 марта им исполнился 51 год. Именно в этот день, в 1973 году, с совместным постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства внутренних дел СССР и коллегии Министерства просвещения СССР было утверждено положение о создании отрядов юных инспекторов дорожного движения. Поэтому сегодня главная цель мероприятия – не только поздравить прекрасный пол, но и в очередной раз напомнить водителям основные правила дорожного движения. «Молодцы юиновцы!» Юные участники дорожного движения вышли на улицы города, чтобы поздравить не только автоледи, но и женщин-пешеходов с праздником. Ребята вручали памятные открытки, напоминая о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Эта позитивная акция подарила улыбки и прекрасное настроение даже женщинам-водителям общественного транспорта. «Ступающим вас 8 марта! Спасибо вам большое, что вы таким трудным трудом занимаетесь! Давайте аплодисменты вашему женщине-водителю! Все, не отвлекаем вас! Спасибо!» Подобная акция пройдет в разных районах города. В преддверии Международного женского дня в Рязани состоялся чемпионат по стрельбе среди женщин, проходящих службу в Росгвардии. Ежегодное мероприятие состоялось на базе стрелкового тира ОМОН «Вятич». Расстояние до мишени 25 метров. Задача – выбить лучший результат за 13 выстрелов, первые три из которых – пристрелочные. Так в Росгвардии отмечают Международный женский день – чемпионатом по стрельбе, участницами которого стали 20 сотрудниц и военнослужащих женщин. «Я с удовольствием участвую в нем. Третий раз уже стало небольшой традицией. Мы все 8 марта ждем всегда, потому что это не только способ пообщаться нам друг с другом, но и немножко посоревноваться, потому что эти мероприятия, которые нам молодые наши ребята устраивают ежегодно, они нам дают возможность и потренироваться, и немножечко вырасти в плане профессионализма, дают нам уверенность в себе, дают нам энергию, силы». И хоть должность у Натальи не боевая, начальник отдела кадров в первом турнире она выиграла. На вторых соревнованиях все же уступила, значит и у коллег появился шанс на победу. Поэтому к этому турниру Евгения Панова, инспектора лицензионно-разрешительной работы, готовилась усиленно. «Готовимся к соревнованиям. Периодически у нас проводятся стрельбы, поэтому надеюсь занять одно из первых мест, так как стрелять не нравится, у меня получается, поэтому есть все шансы». Битва лучших стрелков и правда состоялась. Задача стояла непростая, как минимум быть лучше самой себя на прошлых турнирах, как максимум перебить результат соперницы. Атмосфера в тире была напряженной, и вот оглашение результатов. «Первое место у нас принимает полковник полиции Никольников Анатолий Иванов. И выполнила третий разгреди на разряд». Не просто победила, выполнила третий разряд по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В целом, как отметил начальник группы профессиональной служебной физической подготовки, уровень подготовки у девушек хороший. «Данный турнир проводим ежегодно. Это стало уже как традиция. Главное, что есть результат, и уровень стрельбы растет. На занятиях по боевой подготовке недостатки устраним, и я думаю, что количество разрядников в следующем году возрастет». Кубки, грамоты и цветы. Женщины из управления еще раз доказали, что вовсе не уступают в меткости коллегам-мужчинам. Их результаты не просто удивляют, говорит начальство, а бьют в самое сердце. Во всех смыслах. Спонсор программы «День города» – выставка продажей «Край рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Час тишины». Пьесу французского драматурга Флориана Зеллера поставил режиссер Арсений Кудря. О том, как прошла премьера комедии с элементами фарса, расскажем далее в сюжете. Семейная драма с джазом, потопом и скандалом. Пьеса рассказывает о том, как буквально за час жизнь может перевернуться с ног на голову. Действие спектакля происходит во Франции. Главный герой, Мишель, находит свободное время и решает посвятить час тишины прослушиванию редчайшей записи 1938 года, заполучить которую он мечтал уже давно. Только вот у судьбы совсем другие планы. Универсальные семейные проблемы, скажем так. Я Натали, жена главного героя. Вообще сложности, весь наш спектакль сплошная семейная сложность, надо сказать. Поэтому много сложностей с ней случается. У нее есть подозрения по поводу ее мужа. У нее есть свои грехи. Стремление быть моралистом и правдорубом, несмотря на последствия для окружающих, жизнь главного героя рушится, как карточный домик. Только вот Мишель не хочет снимать розовые очки и видеть истинное положение вещей. Он несчастен. Да, извини меня. Когда человек играет такую музыку, взрывает сверстям и ненавидит весь мир, это говорит о том, что он несчастен. Он просто свое видение мира, это все. Да, дайте видение черного, ужасное черное. Ну, Мишель, да открой наконец глаза. Твой сын маргинал. Он не маргинал. Маргинал? Он не маргинал. Он просто очень чувствительный молодой человек, который ищет себя. Сын панк ведет губительный для себя самого образ жизни. Жена, по совету психолога, открывает мужу правду о своей измене многолетней давности. В придачу к этому нанятый рабочий сверлит стены и пробивает канализационную трубу, а возмущенный сосед снизу требует компенсацию за ущерб. Все это происходит именно в тот момент, когда Мишель хотел просто побыть наедине с собой и джазовым альбомом. По словам режиссера спектакля Арсения Кудрия, пьеса будет близка многим зрителям, ведь она поднимает одну из главных проблем современного общества – неумение окружающих слышать и слушать друг друга. Ну, она про людей. Она абсолютно про человеческие взаимоотношения, про нас, про современных людей. Это не времена Шекспира, да, и как бы здесь нет вопросов, существовали эти герои или нет. Они существуют, они рядом с нами, и то, что эта пьеса, она французская, но проблематика, мне кажется, абсолютно доступная нашему российскому зрителю. Здесь все о том, как люди любят, лгут, пытаются решить какие-то свои жизненные проблемы, справляются с этим или нет, покажут спектакль. Абсурдные ситуации в комедии с элементами фарса будто взяты из повседневной жизни. Только вот, несмотря на иронию происходящего на сцене, пьеса поднимает довольно серьезные темы, такие как воспитание молодежи и семейные измены. Спектакль «Час тишины» продлится до 26 апреля. Международный женский день – это праздник, который отмечается ежегодно. Однако, например, для православных верующих – это еще и день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Есть ли в православии схожий праздник? Расскажем далее. Международный женский день – праздник вообще не православный, заявил священник Павел Коньков. Он добавил, что если сильно углубляться в историю, то дата эта скорее воинственна для вектора православного христианства. В то же время, сейчас к празднику этому относятся уважительно и спокойно. Тем не менее, в православной традиции есть свой международный женский день – День Жон Мироносец. А из ближайших важных дат православного календаря – Сарапустная неделя. В народе ее прозвали Масленичной. Длится она с 11 по 17 марта. Сарапустная неделя предваряет самый долгий и строгий Великий пост. Поэтому в народе и старались, что называется, наездся до отвала. В православии же – другой подход. В эту неделю мы стараемся уже полностью сосредоточиться на подготовке к посту. У нас даже богослужения меняются определенным образом. В определенные дни даже нельзя служить уже литургию. Это все подготовка к Великому посту. А то, что на этой неделе люди стараются съесть максимальное количество блинов, внедрить в себя все, что не внедряется, и наестся на ближайший Великий пост, это, конечно, повторюсь, к православию никакого отношения не имеет. Готовить себя к Великому посту или вкушать блины – тут каждый решает для себя сам. Однако, что народные поверье, что православные традиции сходятся в одной дате – 17 марта. Прощенное воскресенье. В этот день люди просят друг у друга прощения, посещают богослужения в храмах и совершают заговенье перед постом. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте – город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица – все от производителя. С 4 по 10 марта ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова